Здравствуйте! В эфире программа «Круг новостей неделя». Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Александр Катунцев. Сегодня в нашей программе вы увидите. На сессии Одесского городского совета депутаты снова исключили из повестки дня вопрос о признании России страной-агрессором. Городские власти взялись за старое. Теперь в планах коммунальщиков обрезка деревьев на 19 городских улицах. Свалка возле привоза увеличивается. Департамент городского хозяйства закрывает глаза на рассадник инфекции напротив крупнейшего рынка. Акция протеста прошла на Думской площади. Одесситы возмущены позицией городской власти. Депутаты во главе с мэром не желают считаться с мнением одесситов по важнейшим экономическим и политическим вопросам. Представители трех десятков общественных организаций и активисты Одесского Евромайдана пришли напомнить депутатам и городскому голове, для чего они избраны. Уже несколько месяцев горсовет уклоняется от рассмотрения вопроса об отношении к политике России. Общественники требуют от депутатов признать факт российской агрессии против Украины. Как это сделали уже почти все областные и городские советы. И это же официально нужно сделать Одесский горсовет, чтобы Одесса не была худшим городом Украине с точки зрения сепаратизма. И чтобы граждане получили правильный сигнал, кто еще сомневается и так далее. Кто еще до сих пор под влиянием пропаганды российской. Поэтому это политически важно, просто принять это решение и подтвердить, что агрессор это тот, кто нас забрал в Крым. Российский вопрос имеет чисто политическое значение. А вот работа профильных депутатских комиссий напрямую отражается на жизни горожан. О чем там говорят и что решают, имеют право знать все одесситы. Депутаты пытаются отгородиться от народа. Инициативное общественное движение «Сведоми» выступает за полную прозрачность депутатской хозяйственной деятельности. Требуем мы следующее, чтобы на сайте официального Детского городского совета, еще до прохождения постоянных комиссий, обязательно публиковались проекты решений и все материалы к ним. Поскольку это даст возможность общественности еще до комиссии сделать анализ, в том числе антикоррупционный анализ проектов решений и прийти на комиссию уже подготовленными. Мы должны, если в проектах решениях есть коррупционная составляющая, уже пытаться не допустить прохождения этих проектов решений на сессии. Если депутаты под командованием капитана Труханова и дальше будут игнорировать мнение избирателей, общественники обещают принять более жесткие меры воздействия. В рамках закона. Хотя в такой ситуации, когда городская власть своим категорическим упрямством провоцирует народ, можно ожидать всего. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Крух». 16 декабря в Одессе состоялась третья по счету сессия городского совета нового созыва. На ней депутаты практически единогласно голосовали по всем вопросам, включая принятие бюджета города на следующий год, увеличение материальной помощи одесским тепловикам еще на 10 миллионов гривен, а также застройку рекреационной зоны в районе Французского бульвара и Гагаринского плато. Вопрос о признании Российской Федерации страной-агрессором, а ЛНР и ДНР террористическими организациями, был исключен. Вернее, исчез из повестки дня сессии. Почему, знают наши корреспонденты. Сразу отметим, на третьей по счету сессии городского совета царила почти полная единодушие. Несмотря на неопытность многих из присутствующих на поприще сессионных денег, на качестве нажимания кнопок «За» это никак не сказалось. И так почти единогласно принят бюджет города на следующий год. Причем принят еще до принятия государственного. Что, конечно, опять внесет свои корректировки в уже принятый местный бюджет. Пока еще не все депутаты понимают разницу между его расходной и доходной частью. И действительно, новичкам в этом вопросе приходится нелегко. Так как до сих пор не все депутаты догадались, почему город должен материально помогать коммунальным предприятиям, которые вроде бы существуют для того, чтобы приносить городу прибыль, но почему-то приносит исключительно убытки. Таким, например, как теплоснабжение Одессы, которым выделялась помощь в размере 36 миллионов гривен летом, а с началом отопительного сезона уже 43, что почти на 10 миллионов гривен больше. Складывается впечатление, что такая убыточность все-таки кому-то выгодна. Еще один момент, не вызвавший вообще никаких вопросов у депутатов – передача здания церкви Святого Павла, что на улице Гаванной, в полную собственность римско-католической церкви, причем бесплатно. Напомним, здание церкви – памятник архитектуры и исторической наследия города. Впрочем, с наследием у наших властей, как исполнительных, так и законодательных, кажется, все отлично складывается. Одессу будут деребанить и застраивать многоэтажными монстрами даже пуще прежнего. Так, несмотря на ожидания одесских общественников, были приняты весьма скандальные планы застройки территории на Французском бульваре и Гагаринском плато. Мы неоднократно выступали, причем были общественные слушания, которые были сорваны. На этих общественных слушаниях с протестом выступило областное управление по защите культурного наследия и указало на то, что эти объекты входят в историческую зону, буферную зону исторической застройки. И сегодня вот эти ДПТ, так называемые, которые мы ждали, что это, в общем-то, будет какая-то разработка детальная, действительно детального плана территории, это будет расширение генплана, на сегодняшний день они превратились в те же домостроительные обоснования, градостроительные обоснования, и абсолютно не решается ни один вопрос. Но самым скандальным оказался вопрос о признании России страной агрессором. Проект этого решения должен был проходить под пятым пунктом повестки дня. Однако, вопреки закону математики, не говоря уже о здравом смысле, после цифры 4 депутаты перешли к обсуждению шестого вопроса. Обратите внимание на недоумение депутата от «Самопомощь» Анны Позняковой. Как потом объяснила Анна, то, что вопроса не оказалось в повестке дня, для их фракции стало абсолютно неожиданностью. В знак протеста «Самопомощь» покинула сессионный зал. Наши фракции не предоставили слова, мы не смогли выразить свою позицию, мы не смогли задать вопросы. К сожалению, секретарь не включил микрофон, поэтому я считаю, что это неуважение ни к депутатскому корпусу, ни к нашей фракции, ни к присутствующему. Хотели спросить секретаря с голоса, хотели спросить секретаря городского совета, по какой причине исчез вопрос. Мы хотели спросить автора проекта от фракции БПП, почему поданный имя проект исчез, и они никак не комментируют. В ответ на крики активистов Ганьба, городской голова предложил общественникам в смысле замолчать и пригрозил тем, что мэрия перестанет пускать активистов на заседание. Дайте нам работать. Я еще раз вам говорю, вы добьетесь того, что вас не будут пускать в зал сессионный. Возмущению активистов не было предела. И разумеется, не тем, что они не смогут лично лицезреть депутатский корпус во главе с головой, а тем, что уже который раз наша городская власть вновь проявила небывалые чудеса политического безволия. Все, что происходит в этом городском совете, и на этих выборах еду, это чистое мошенничество. Вы мне скажите, это нормально? То есть без объяснений. То есть, допустим, мы там сняли с порядка Денова или что-нибудь рассказать. Нет, просто 4.12, а теперь 6.1. Это самое настоящее мошенничество. Тут находиться ничего святого в этих стенах нет. Это просто именно мошенничество и плевок в лицо всем. Мы приехали, мы как волонтер, приехали сегодня ночью с фронта. Мы были под Горловкой, под Луганском. Где стоят регулярно стоит российская армия. То есть, это ни для кого не секрет. Это не секрет для местных жителей. Это не секрет для наших военных, для нашего руководства страны. Это не секрет то, что там сейчас воюет регулярная армия. Для всех это не секрет. Для наших депутатов Одесского горсовета это оказывается большой такой сюрприз. Они просто не хотят называть вещи своими именами. То есть, мы здесь, одесситы с Одесской области, они говорят, проливаем кровь на передовой, стоим в первых рядах. А у вас здесь этого вообще нету. Потому что, мое личное мнение, что вот здесь все предатели, особенно это сегодня показалось, что они с удовольствием бы, если флаг поменяется с жовто-блокейдного на треколор, они вот точно так же будут сидеть и преклоняться Путину. Непризнание России странным агрессором становится у наших властей доброй традицией. И даже каждый раз придумывается новый повод. Почему не получилось? Раньше, как объяснял голова, депутаты не хотели. А теперь захотели, но все равно не смогли. То есть, раньше вопрос был недостаточно серьезным, а теперь вопрос достаточно серьезный. Этот вопрос достаточно, не достаточно серьезный, а очень серьезный для нашего города. В городе, в котором мир, спокойствие, и сегодня это дается достаточно сложной ценой. Принятие таких вопросов должно быть выверено, должны быть проговорены. Поскольку эти вопросы возникают с какой-то периодичностью у нас, спонтанно возникают, На согласительном совете представителями фракций, практически всех фракций, было принято решение о том, чтобы этот вопрос снять и взять его в доработку, для того, чтобы встретиться и проговорить, в каком виде, как его выносить и когда выносить. И прикрываются опять желанием сохранить мир в городе. Смешно, потому что что такое мир, лучше спросить у наших ребят, которые сейчас на передовой, видимо, не воюют с российским не-агрессором. Двигаться вперед не значит уничтожать наследие прошлого. К сожалению, в Одессе зачастую делается именно так. Новое строительство уродует город, а известный всему миру исторический центр все больше уходит на страницы книг и фотоальбомов. Путь разумного компромисса старого и нового пока не найден. Или же его не хотят искать. Одесса строится и обновляется уже третье столетие. Это нормальный естественный процесс, если совершается в разумных пределах. Печальный опыт и советского времени, и нынешней эпохи безнаказанного рыночного своеволия свидетельствуют о полном пренебрежении к своему прошлому. Архитектурная агрессия, которой город подвергается в последние два десятка лет, рискует изменить его исторический облик до неузнаваемости. Высоченные монстры среди памятников архитектуры торчат, как незабитые гвозди. Конструкции из стекла и бетона, уместные в новых районах, явно нарушают историческую среду центральной части города. Директор архитектурно-художественного института Одесской строительной академии, доктор архитектуры Валерий Уренев, оценивает происходящее как специалист и одессит. Пока не будет единства, общество, власть и профессионалов, добиться навряд ли можно что-то. Потому что кто-то кого-то не понимает, кто-то кого-то не понимает, а кто-то понимает по-своему, как это выгодно сделать сегодня, как это выгодно, чтобы инвестор заработал. Мы сегодня имеем неприятные вещи с той же Аркадией, с той же Дерибасовской. И будем, это все, можно назвать, еще много объектов, это будет все продолжаться. Не все, что строилось в Одессе раньше, шедевры архитектуры. Но наши предки следовали правилам, и городская власть следила за их исполнением. Деньги и связи не давали права строить как попало. Когда застраивался Приморский бульвар, потребовали качество, во-первых, ансамблевая застройка, во-вторых, качество архитектуры, третье, качество работ, отделочных работ, декора. Нет в небесредств, строить на Молдаванке, строить в другом месте. Часто бывает так, что общественность более профессионально подходит к лечению вопросов, чем даже те, которые занимаются проектированием, потому что они болеют за дело. Мест по застройку на всех не хватает, и получить их стремятся любой ценой. Городские власти явно доводят старинные дома до разрушения в угоду бизнесу, и все попытки общественников спасти историческое наследие пока ничего не дают. Без поддержки одесситов протесты и советы профессионалов останутся глазом вопиющего в пустыне. Судя по тому, как застраивается центр, чиновники и денежные мешки чувствуют себя в городе безраздельными хозяевами. С них никто не спрашивает за содеянное. А натворили они уже много. Если жить по принципу «моя хата с краю», глядишь, скоро придется менять не только название улиц, но и всего города. Это будет уже не Одесса. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, Сергей Коняхин, телекомпания «Крох». Городские власти взялись за старое. Одесские коммунальщики займутся санитарной обрезкой деревьев. Как заявили в коммунальном предприятии «Горзелентрест», 19 улиц города будут, цитируем, очищены от сухих деревьев. Первой на очереди улица Канатная. Одесская мэрия обещает очистить город от зеленых насаждений, вернее тех, которые давно перестали быть зелеными. На сей случай в КП «Горзелентрест» уже имеются специальные ордера, выданные им властями на произведение санитарной обрезки деревьев. Как бы предполагается, что таким методом городу удастся омолодить деревья, растущие в центре города. Выясняется, что коммунальщики давно планировали нечто подобное, но все времени подходящего не было. А тут вдруг нашлось. Причем, согласно правилам содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, санитарную обрезку рекомендуется производить только в вегетационный период, то есть когда дерево развивается и приносит плоды. Однако местные коммунальщики решили, что самый подходящий момент именно сейчас, когда деревья находятся, так сказать, в зимней спячке. Никто не спорит, специалистам виднее. Но как тогда объяснить тот факт, что в предыдущие разы обрезка деревьев происходила в основном осенью, а никак не зимой? И если правы коммунальщики сейчас, стало быть, за варварскую обрезку, проведенную два года назад, наконец-то кто-то должен ответить. Напомним, именно благодаря действиям Горзелентреста одесский-французский бульвар потерял почти треть зеленых насаждений. Были убиты склоны на Лонжероне. Вырублены деревья на Аркадийской аллее, уничтожена четвертая часть знаменитых платанов, высаженных вдоль Адмиральского проспекта. И это только небольшая толика того, что наделали наши славные работники пилы и топора. Потому что уничтожены были деревья по всему центру города. Причем уничтожены зеленые, живые и, как в насмешку, оставлены стоять сухие и аварийные. Спору нет. Весной и летом определить погибшее дерево намного проще, чем зимой. Когда сделать это может исключительно настоящий специалист. Ну а насколько у нас специалисты настоящие, как говорится, смотри выше. После такого обрезания деревья почти не способны выжить. Несколько пугает и тот факт, что заявлена не только обрезка, но и валка деревьев. Начнут с улицы Канатной. И почему-то городские власти решили, что именно здесь находятся в большом количестве аварийные деревья. Которые вот-вот начнут нести угрозу жизнедеятельности человека, проходящему по этой улице транспорту. Вот, например, как заявил заместитель начальника КП «Горзелентрест» Владимир Ланик. Особую опасность представляют собой деревья на углу Пироговской. Где зеленые насаждения мешают трамвайному движению. И где, внимание, цитата, обоснование трамвая начинает тереться ствол дерева. Да уж, на поведение одесских деревьев давно стоило обратить внимание. Даром, что растут, где попало. Еще и бенздравственно трутся о проезжающий транспорт. Так что спасибо городским властям. Скоро в Одессе окончательно будет положен конец зеленому беспределу. И зеленеть городе будет уже просто нечему. Район привоза – проблема и позор Одессы. Коммунальные службы давно махнули на него рукой. Беспорядок и антисанитария здесь воспринимаются как естественные условия жизни. В мэрии, если говорят о наведении порядка, дальше слов дело не идет. Одесса развивается. Если раньше у нас была только улица, новощепной ряд, сейчас есть и новощепная свалка. Эта достопримечательность расположена как раз посередине улицы у выезда из трамвайного депо. Через дорогу привоз – центральный продуктовый рынок города. Люди, торгующие на стихийном базаре вдоль дороги, не хотят ругать городскую власть. Понятно почему. Без камеры говорят, что убирать, насколько это возможно, приходится самим. А мусор суда сносят со стороны все, кому лень дойти до контейнера. Покупатели и просто прохожие высказываются прямо. Надо убрать, конечно, что это. Вида никакого, цены города. Приезжие приезжают, смотрят и думают, что это за десяти такие живут, как свиньи. Никто этим не занимается, никто ничего не делает. Все. Коммунальные услуги у нас вообще. Конечно, убрать его надо, этот мусор. А кто? И пройти нельзя, и машины ездят. Что-то сделать надо. Тут постоянно болото пройти вообще невозможно. Я не знаю, что тут делается. Мусор и запах такой не выносит. Чтобы город был хотя бы такой, как наш южный. Где все чисто, красиво. Вот здесь, в Одессе, приезжаешь, как периферий. До недавнего времени мусорную кучу иногда вывозили. И наверняка записывали в отчетах. Произведена работа по уборке территорий. Поддерживать эту территорию в приличном состоянии коммунальщики, очевидно, не собираются. Теперь, когда выборы прошли, и команда Геннадия Труханова каким-то образом осталась у власти, мусор может чувствовать себя спокойно. Его не тронут. Разве что произойдет новогоднее чудо. И по велению Деда Мороза, свалка исчезнет. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Мы продолжаем программу «Круг новостей неделя». Далее вы увидите. Одесса может потерять еще один памятник архитектуры. В ожидании ремонта мост Коцебу продолжает разрушаться. На Одесском морском вокзале прошла традиционная, уже пятая благотворительная, дипломатическая выставка-ярмарка. Кошки всех пород и континентов мирно уживаются на полках в рабочем кабинете одесского коллекционера. Памятник архитектуры. Мост Павла Коцебу в аварийном состоянии и продолжает разрушаться. Спасти его может только срочный ремонт. Откладывать работы уже нельзя. Зная об этом, городская администрация не принимает никаких мер. Мост, названный в память новороссийского генерал-губернатора, участника Крымской войны Павла Коцебу, стоит уже 118 лет. Металлические конструкции построены на совесть и только сверху покрыты ржавчиной. Разрушается кирпичное сводчатое покрытие, на котором позднее уложили асфальт. Трещины появились несколько лет назад, а к началу нынешнего года сквозь дыры прохожие могли обозревать Деволановский спуск. Все, что сподобилось сделать мэрия, это признать мост аварийным, перекрыть движение и огородить ямы. В течение года народ возмущался бездействием властей неоднократно. Конечно, страшно, надо что-то делать, чтобы наши власти что-то занялись этим. Страшно, страшно идти, не знаю, кто что делает, но... По-моему, ничего не делают. По-моему, да, ничего не делают. Три раза провалился асфальт, своими руками ставил заграждение, чтобы не падали машины. Туда сутками лилась вода, пробита труба, и она и подмывала основание. Наш мэр дважды перед выборами обещал привести город в приличное состояние. Если Геннадий Труханов думает, что его обещания забыты, пусть почитает надписи, оставленные остроумными одесситами. В нескольких местах на мосту можно прочесть «Доверяй дырам». Очевидно, дыры пользуются у горожан большим доверием, чем наш мэр. Давно уже нужно что-то сделать с этим мостом. Уже ждем, ждем, не дождемся. Здесь надо сохранить архитектуру, как по мне так. То есть лишь бы его ремонтировать не надо, как тот мост. Я думаю, что надо сохранить архитектуру. Сделать на нем что-то увеселительное, может быть, такое light, чтобы просто люди сидели здесь. Например, такое кафе на мосту. Идея сохранить памятник архитектуры и установить на нем кафе, конечно, интересно. Так изданно делают в старинных городах Европы, куда мы все еще мечтаем как-то войти. Реальность совершенно иная. Мост Коцебу может не дождаться ремонта. По последним расчетам на это нужно 60 миллионов гривен. О конкретных сроках спасения памятника чиновники мэрии молчат. Видимо, и сроков таких нет. Упадет, значит упадет. Александр Абиноградов, Евгений Войтынко, телекомпания КРУ. Отобранных у уличных фотографов редких птиц, нашедших сейчас временный приют в Одесском зоопарке, возвращать в руки недобросовестных хозяев никак нельзя. Так считают одесские экологи. Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал, связанный с так называемой птичьей мафией, людьми, использующими уникальных птиц для придания экзотике фотоснимку. Пострадавшие от варварского обращения птицы нашли временный приют в Одесском зоопарке. Одесский дюк – любимое место для снимка на память о посещении нашего города. Последние несколько лет почему-то стало популярно фотографироваться не только в обнимку с монументальным решелье, но и всякого рода зверяками и птицами в обилии предлагаемых местными фотографами. О том, что эти живые, между прочим, существа ежедневно подвергаются психологическому насилию, почему-то никому и в голову не приходило. И лишь недавно на эту проблему обратили внимание. Так, на прошлой неделе после полицейского рейда правоохранители отобрали у живодеров-фотографов редких птиц орланов. Их тут же доставили в Одесский зоопарк, где они сейчас и живут, правда, пока на птичьих правах. Однако владельцы орланов, лишившись средства на живо, тут же стали апеллировать самыми разными документальными подтверждениями на право владения, а также угрожали обратиться в суд. В результате, пусть небольшой, но шанс вернуть экзотический живой инвентарь у них имеется, а этого допустить нельзя. И чтобы этого избежать, будет инициировано обращение украинского общества охраны птиц в суд с иском о признании этих 11 птиц собственностью Одесского зоопарка. Необходимо, чтобы суд принял решение передать зоопарку навсегда, поскольку эти живодеры, они, во-первых, незаконно изымали виды, а краснокнижный вид изъять в природе, надо специальное разрешение Министерства экологии, его ни у кого нет, это однозначно. Среди тех, кто лично принимал участие в расследовании незаконных действий фотографов-живодеров, одесский общественник Яна Титаренко. Она утверждает, на эту проблему давно стоило обратить внимание, однако общественникам и экологам, бившим тревогу, никак не удавалось добиться реакции у соответствующих органов. Сейчас и суды осторожничают, потому что все-таки ситуация в стране изменилась и не так просто уже за, скажем так, небольшие деньги получить нужное тебе решение суда. Это раз. Во-вторых, ну все-таки прошла революция гидности и у людей какая-то сознательность появилась, и мы уже не такие одинокие с нашими экологами-орнитологами, нам помогает общественность. То есть, тем не менее, прецедент создан. Одесситов же призывают объявить птичьей мафии бойкот и не фотографироваться. Похоже, у фотографических птичек действительно появилась возможность вылететь. Народный депутат Украины Антон Киссе встретился со своими избирателями, чтобы подвести итоги своей депутатской деятельности за прошедший год. В 142-й избирательный округ входят сразу несколько районов. Болградский, Арциский, Килийский, Саратский и Тарутинский. Именно в Саратии проходила отчетная конференция. Уже к 10 утрах к зданию Саратского дома культуры стали собираться люди. Чтобы послушать отчет своего народного избранника, сюда приехали жители Арциского, Болградского, Килийского, Тарутинского и, конечно, Саратского районов. С самого начала было ясно, что все, о чем говорит народный депутат Украины, понятно и знакомо собравшимся. Особенно подкупало то, что Антон Киссе, в отличие от многих своих коллег по депутатскому корпусу, не зачитывал речь по бумажке, а говорил о наболевшем. От работы парламента, от работы народных депутатов в парламенте зависит, собственно говоря, практически все в нашем государстве. За этот период времени мной, как народным депутатам, подготовлено 8 законопроектов и 8 поправок к соответствующим и тем законам, которые были выдвинуты моими коллегами. Главными достижениями депутатской деятельности Антона Киссе только за минувший год стали открытия международного приграничного пункта в районе села Орловка и получение всех разрешительных документов на строительство паромной переправы между Украинской Орловкой и румынским селом Исакче, что, наконец, даст возможность добиться солидных инвестиций не только по Ренийскому району, но и соседствующим Болградскому и Измаильскому. Также по инициативе Антона Киссе состоялось подписание президентом Украины закона о выделении средств на капитальный ремонт трассы Одессы-Рений за счет таможенных платежей. Правда, пока власти, как киевские, так и местные, никак не могут выполнить взятые на себя обязательства. Нам необходима реализация данного проекта наяву. Нам необходимо, чтобы дорога была. Тверд в убеждении и честен перед вами, что это в полной мере недееспособность тех структур на уровне кабинета министров и областной администрации, которые не способны реализовать данный закон, которые не способны организовать работу. Что касается дальнейших действий, я буду опираться на ваше настроение, и дальнейшие действия будут адекватны без деятельности власти. Только в этом году Антон Киссе провел более ста встреч со своими избирателями. И в каждом районе продолжают работать его приемной, куда люди всегда могут обратиться за помощью. Только положительно. Оказывает помощь, конечно. И школа получала, и работала в школе. И школа получала, оказывала помощь и школе, и детскому саду. Он выслушает и с малыми, и взрослыми, и пенсионерами, и инвалидами. И всегда помощь позитивная. Пускай в таком духе работают. Дальше мы за него. При его содействии за этот год социальными службами области выделено около 6 миллионов гривен материальной помощи. Кроме этого, каждое село получило материальную помощь на ремонт зданий и на приобретение технического обеспечения. С Антоном Ивановичем постоянно на связи. По любому вопросу, который возникает, и мы не можем решить на уровне своем, то мы обращаемся к Антону Ивановичу и всегда получаем консультацию и помощь. Народный избранник обратил также особое внимание на реализацию закона о добровольном объединении граждан. Известно, что на юге Одесской области компактно живут и болгары, и молдаване, и гагаузы, и украинцы, которые трепетно сохраняют свои традиции. Но и в этом вопросе Антон Кисеппо обещал всегда поддерживать своих земляков, жителей Бессарабии. Накануне нового 2016 года на Одесском морском вокзале состоялась уже традиционная, на этот раз пятая, дипломатическая выставка. Представители пяти государств порадовали гостей своими национальными блюдами. Также можно было приобрести подарки и игрушки. Цель выставки благородна – сбор средств на покупку реанимационного оборудования для Одесской областной детской клинической больницы. Начало ярмарки ознаменовалось благотворительными взносами от представителей дипмиссий Одессы. После чего представители Ближнего Востока, Прибалтики, Балкан и восточнославянских стран пригласили гостей вкусить самые изысканные национальные блюда и приобрести мастерски выполненные игрушки ручной работы. То, что мы делаем, мы делаем для детей, это самые главные наши одесситы. Вот в моем понимании, это будущее Одессы, это наши дети, они должны быть здоровы. Есть традиция в мире всегда перед Рождеством, перед Новым годом проводить ярмарки, помогать детям. Мы свои усилия направили на покупку медицинского оборудования. У нас в Китае сейчас не так говорят, что помогать другим, значит помогать себе. Сегодня мы принесли очень типичные китайские товары, можно сказать, более художественные, так можно сказать. Можно украшать ваши квартиры, ваши дома. Наши товары обязательно приносят вашему семье счастья и процветания. Мы приготовим все блюда, которые обычно мы представим как национальные блюда. У нас есть и сармали, это как голубцы, и мамалига, есть и фасоль, и сосиски, есть и румынский цуйка, и вареный, нормальный, холодный. Есть наше вино, есть наше пиво. И есть тоже разные продукты, изделия, которые мы принесли из Румынии и продают в этом момент. Ну, конечно, цели очень прекрасные, потому что деньги, которые мы собираем, каждый год они идут на детей. Большое внимание привлекло национальное блюдо румынской кухни – мамалыга. Гости мероприятия были от него в восторге и немудрено готовили по традиционным румынским рецептам. Мамалыга – это совсем, это румынский продукт, который в Румынии делают очень интересно, не так, как у нас готовят. Но, в принципе, любое приготовление продуктов, это всегда, каждый человек готовит по-разному. А вот именно национальные блюда интересно попробовать. Всего в мероприятии приняли участие около 10 дипломатических представительств. Соседние и дружественные нам Румыния, Израиль, Армения, также и далекие Перу и Южноафриканская республика. Все вырученные от дипломатической и рождественской ярмарки средства будут собраны воедино. После чего для Одесской областной детской клинической больницы будет приобретено необходимое медицинское оборудование. Осуществить задуманное дипломаты планируют до начала следующего года. В Великобритании в национальном отборе конкурса Евровидения 2016 будет звучать песня об Украине в исполнении певицы из Лондона Дианы Месс. Уже снят клип, в котором использованы видеоматериалы многочисленных демонстраций, проходивших в самой Великобритании в поддержку нашей страны против войны на Донбассе. Как надеется Диана, таким образом она сможет поддержать Украину. Клип уже можно посмотреть в интернете, а все собранные от просмотра средства пойдут на благотворительные цели и общественные проекты. «Мир, поддержи Украину!» – так называется песня певицы из Великобритании Дианы Месс, которую она представит в национальном отборочном конкурсе Евровидения 2016. В созданном на эту песню клипе показана борьба украинцев против российского агрессора, использованы кадры военных действий в зоне АТО, а также кадры протестных акций в самой Великобритании, направленных против путинского режима. Как написала сама Диана на своей странице в Фейсбук, ее главная цель – не попасть на глянцевые обложки популярных журналов или прославиться. Просто ей хотелось, чтобы люди всего мира почувствовали, как сейчас страдает Украина. Ведь кадры рвущихся снарядов, полные страдания глаза матерей и слезы детей понятны людям во всем мире. И, кажется, слова «Russians go home» и нуждаются в переводе. «Рussians go home», «Russians go home», «Russians go home», «Russians go home». «Рussians go home», «Russians 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 go home». Кошка – прекраснейшая модель для художника, считает одесский коллекционер, директор художественной школы имени Кириака Кастанди Валерий Токарев. 30 лет назад он начал собирать статуэтки кошек. Сейчас его коллекции хватит на музейную экспозицию. Собрание Валерия Токарева уникально. На полках в рабочем кабинете мирно уживаются кошки со всего мира. Представлены усатые и хвостатые из Франции, Италии, Нидерландов, Англии, Швеции, Финляндии, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Австралии. И, конечно же, наши родные – домашние и уличные. «Обожаю котов, собак, лошадей, детей, людей, женщин. В общем, все живое. Ни одно животное не дает столько возможностей для изображения, сколько кот». Кошки в коллекции Валерия Токарева из глины, дерева и металла – все живые. Разве что не мяукают. Хотя, когда уходят люди, возможно, они и переговариваются между собой мягкими и тихими голосами. Обсуждают нас, людей. Александр Виноградов, телекомпания «Круг». Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин